Перед нами известный ивановский волейболист, тренер Анатолий Анатольевич Платонов. Вот он сейчас нам расскажет о своей истории волейболе. В 71-м году в 10 лет я в эти стены пришел, когда мне было 10 лет. Первое мое соревнование это был перец из подшколы по пионер-болу. Мы его сразу выиграли. Потом в течение 5 лет мы выступали на пионерской России. В 15 лет уже Виталий Павлович Платников меня отвез. В юношко-сборной России, где я 2 года проиграл в качестве капитана у почетного президента Федерации Украины Владимира Васильевича Жукова. В 18 лет я стал командой юношко-сборной Советского Союза и поступил в Московский областной институт физической культуры в поселке Малаховка, где я играл в команде «Динамо Московской области» до 1982 года. В 1982 году вернулся в Иваново, до 1993 года я отработал здесь. И вот уже 30 лет я работаю в Рудниках, заведуя Рудниковским волейболом. Первый тренер у меня Юрий Владимирович Шагурин, замечательный человек, который... Ой, виноват, виноват. Константин Алексеевич Павлов, человек, который воспитал чемпиона Олимпийских игр в 1980 году Сашу Ермилову. Он мой родственник, он был моим дядей. И вот первые два года я занимался у него, потом перешел к Юрию Владимировичу Шагурину, человек, который занимался Ивановской основой. Они играли в высшей лиге в течение, наверное, пяти лет, да? Да, да. Где-то 5-7 лет они в Иваново возглавляли высшую лигу. То есть у меня были замечательные тренеры. В «Динамо» у меня тренером был заслуженный тренер Анатолий Сергеевич Саркицев и заслуженный тренер Сергей Петрович Фураев. Человек, который был в сборной Советского Союза в главной. Куэст Тиханков у нас играл. Он тоже был в сборной России, но он был раньше меня, на три года. Он даже был и по-своечему, и капитан сборной России. Но это было передо мной за три года. То есть он постарше, да? Да, потом я пришел. А потом больше не было подсоечек после меня в сборной. Только Виталий Павлович возил своих детчанок. А вот расскажите о своих воспитанниках. Кого бы вы могли выделить своих воспитанников? Кого вы тренировали? У меня в Санкт-Петербурге живет Дима Черненко, двухкратный чемпион Норвегии в матче спорта России. Он играл в «Устомберлисте», в то время еще в Ленинградском. В то время был Ленинград. Он играл в «Устомберлисте» в Платон. Он точно идет в 1975-го года. Где-то за два метра у него рост. Он до сих пор живет в Петербурге. Сейчас уже не играет, потому что в 1975-го года уже довольно возрастной. Как говорится, человек, он занимается бизнесом. А вот про волейбол в родниках, что вы расскажете? Как там вообще сейчас дело обстоит? Вы знаете, в последнее время стало очень тяжело, в связи с тем, что многие дети перестали идти в 10-й класс. Очень много у нас уже стали уходить в училищи. В Ивановске, Кенишенске, в Сульске. И стало намного тяжелее. Что это касается не только мальчиков, а и девочек. Раньше было немножко попроще научиться. Сейчас сделали колледжи, техникумы, и нам стало намного сложнее. Народ стал уменьшаться и прикроется уже. Раньше было намного проще и намного легче. Сейчас с каждым годом все сложнее и сложнее. И особенно последний год совсем тоже. Мы хотим поздравить Анатолия Анатольевича с юбилеем, 60 лет. Желаем вам дальнейших успехов. И радовать нас новыми учениками, новыми победами на волейбольных площадках. Редактор субтитров А.Семкин